Общее сведение. Автальмоплегическая мигрень является одной из форм ассоциативной мигрени. Последнее характеризуется возникновением в начале или на высоте мигренозной атаки транзиторного неврологического дефицита, как правило, наблюдающей гаси некоторое время после прекращения эцефалгии. К другим формам ассоциативной мигрени относятся афатическая, гемиплегическая, мышечковая, дисфреническая, вестибулярная, базилярная. Автальмоплегическая мигрень встречается достаточно редко. Отдельные специалисты в области неврологии предлагают не относить автальмоплегическую форму к мигрени, поскольку типичная для неэцефалгия продолжается более одной недели, а автальмоплегия возникает спустя определенный латентный период, обычно на 1-4 день приступа. В пользу такого подхода говорит факт выявления в некоторых случаях автальмоплегической мигрени на МРТ с контрастированием накопления. Контрастов цистернальной части глазодвигательного нерва, что свидетельствует о наличии в нем демиленизирующего процесса. Автальмоплегическая мигрень причины. На сегодняшний день не установлен точный генез как мигрени подобной головной боли, так и транзиторных глазодвигательных нарушений, которыми сопровождается автальмоплегическая мигрень. К предполагаемым причинам приходящих глазодвигательных расстройств относят следующие периодически развивающиеся состояния – спазм или отечность артерии, обеспечивающие кровоснабжение глазодвигательного нерва, расширение кавернозного синуса, отечности или расширение внутренней сонной артерии. Известно, что спровоцировать мигренозную атаку могут реггеры, вызывающие гиперстимуляцию органов чувств, шум, резкий звук, яркий свет или мерцание, неприятный запах, а также психическое перенапряжение, недосыпание, раздражение. Следует заметить, что для указанных причинных факторов прослеживается прямая зависимость и влияние от субъективного восприятия человека. Более спокойное и доброжелательное отношение к сложившейся ситуации позволяет избежать повышенной чувствительной и психической реакции, которая может трансформироваться в мигренозный приступ. Симптомы офтальмоплегической мигрени Основу приступов, которыми характеризуется офтальмоплегическая мигрень, составляет типичная мигрени, подобная цифалгия – головная боль давящего либо пульсирующего типа, распространяющейся на половину головы. Ее особенностью при офтальмоплегической форме мигрени является длительное, в течение 7 и более дней течения. В начале мигренозной атаки, а чаще отсрочено, на 1-4 день приступа, возникает и псилатеральный Т. Е – локализующийся на стороне цифалгии, расстройство движения глазного яблока и возникающее вследствие их диплопия, двоение зрения. В основном наблюдаются симптомы дисфункции глазодвигательного нерва трех парочерепно-мозговых нервов. К ним относятся опущение верхнего века, расходящееся косоглазие, медряс, расширение зрачка, диплопия. Реже встречается офтальмоплегическая мигрень с симптомами поражения блокового нерва IV парочемен или отводящего нерва V парочемен. В первом случае отмечается двоение изображения при направлении взора вниз исходящейся косоглазия, во втором – диплопии исходящейся косоглазия. В отдельных случаях офтальмоплегическая мигрень может сопровождаться с отчетанной дисфункцией нескольких указанных нервов. Упомянутые выше глазодвигательные расстройства носят исключительно транзиторный характер. Они могут сохраняться на период до нескольких месяцев после окончания пароксизма цифалгии, но в конечном итоге полностью нивелируются со 100% восстановлением нарушенных ранее функций. Подобное длительное сохранение глазодвигательной дисфункции делает необходимой тщательную дифференцировку офтальмоплегической формы. Мигрень от органической церебральной патологии и прежде всего от сосудистых нарушений. Диагностика сочетания мигренозной головной боли с офтальмоплегией требует настороженного диагностического подхода. Возможно заболевание представляет собой не офтальмоплегическую мигрень, а сочетание цифалгии с рецидивирующей глазодвигательной невропатией, в основе которой могут лежать многие патологические процессы воспаления, внутримозговая опухоль, аневризма церебральных сосудов, небольшое кровоизлияние, артериовенозная мальформация веолизиево круга. Точно отдифференцировать указанные патологические состояния помогает МРТ головного мозга с дополнительным контрастированием. КТ головного мозга не имеет диагностической ценности, поскольку не визуализирует небольшую гематому, аневризму или сосудистую аномалию. В диагностике сосудистых мальформаций наиболее информативна ангиография церебральных сосудов. Последнее время ее заменяют более безопасным томографическим аналогом МР-ангиографии. Офтальмоплегическая мигрень диагностируется неврологом при наличии двух и более пароксизмов мигрени подобной цифалгией с порезом нескольких или одного ЧМН из глазодвигательной группы, возникающих в период от 1 до 4 дней приступа при условии исключения патологических процессов задней черепной ямки, верхней глазничной щели и парасиолярной области. Лечение офтальмоплегической мигрени Лечение любой формы мигрени включает купирование приступов и их профилактику. Поскольку офтальмоплегическая мигрень характеризуется большой длительностью приступов, в лечении обычно применяют агонисты сиратониновых 5 НТ1 рецепторов триптаны, наротрептан, сумотрептан, золметриптан или триптанопере. Закрывающая круглая скобка. Они не только уменьшают интенсивность цифалгии, но и купируют такие симптомы, как фонная фотофобия, тошнота. Офтальмоплегическая мигрень протекает без ауры, поэтому у пациентов нет возможности предотвратить приступ принятием лекарства. Однако, чем раньше принят препарат, тем больше будет его эффективность. При необходимости возможен повторный прием таблетки. Противопоказаниями к приему триптанов выступают Высокая артериальная гипертензия и БС, беременность, атеросклероз сосудов нижних конечностей, сепсис, хапиен, печеночная недостаточность, возраст старше 65 лет. При наличии противопоказаний вместо триптанов возможно назначение препаратов сприньи эрготамина, дигидроэрготамина или нестероидных противовоспалительных на проксена, деклофенака. Сохранение глазодвигательной дисфункции после прекращения эцефалгии является показанием к назначению глюкокортикоидов. Как правило, применяют преднизолон в суточной дозе 40 мг, затем дозировку постепенно уменьшают. Медикаментозная профилактика повторных приступов осуществляется путем индивидуального подбора одного или нескольких препаратов из Следующий групп – блокаторы кальциевых каналов, Б-блокаторы, нестероидные противовоспалительные, антидепрессант, венлофаксин, аметрептилин, дулоксетин, антиконвульсант, вальпроат и карбамазепин, топирамат. Кроме этого, немаловажное значение имеет нормализация режима сна и бодрствование, снижение психоэмоциональной нагрузки, избегание стрессовых моментов, пересмотр отношения к различным жизненным ситуациям.